Качественным примером можно привести одного из влиятельнейших журналистов Англии того времени и автора Робинзона Круза Даниэля Дефо. В течение жизни основатель английского романа успел побывать и богатым купцом, и банкротом, и как-то раз, сидя в тюрьме, как раз разработал проект создания той самой Intelligence Service, частной спецслужбы, которую государство как бы финансирует, но в силу секретности поручений за ее действия в то же время не отвечает. Дефо возглавлял британскую разведку вот этого Intelligence Service 16 лет, с 1703 по 1719 год, и он приложил немало усилий для как раз объединения Англии и Шотландии, в которой он создал обширную шпионскую сеть для сбора общественного мнения, став таким образом первым политтехнологом. «У меня есть верные люди во всяком кругу», — сообщал он курировавшему его работу министром. В 1717 году в Англии появилась своя масанская ложа, которую Дефо не только присоединился, но и посещал до самой смерти. Политическое масонство в том числе стояло у истоков основания США. Фурсов, например, приводит в высказывание историка Хиттона, цитирую, «Фримасонство оказывало намного большее влияние на установление и развитие американского правительства, чем какой-либо иной институт». Что, я думаю, тот же самый Денель Дефо, если он участвовал в разработке политического масонства, взял из реальных гностических идей? Он взял оттуда постулат о том, что наш мир находится в плену Демиурга, а инструменты его контроля — это как раз там сословие, религиозная власть, и все это подлежит уничтожению. И это для масонства оказалось удобным инструментом для осуществления революции и несвержения правительства. Такие революции прокатились по всем европейским странам, кроме самой Англии. В 1789 году началась французская революция, в подготовке которой значительную роль сыграли масоны, иллюминаты, швейцарские, французские банкиры Великобритании, а точнее ее спецслужбы, пишет Андрей Ильич Фурс. Вот что говорится в книге об организаторе убийства Папы Римского, Иоанна Павла I, мастере масонской ложи Пи-2, Джелли. Пишет об этом автор книги, кто готовил развал СССР, Шевякин. Цитата. Масонство было создано в 1717 году английской разведкой, однако затем использовалось многими другими разведывательными спецслужбами в своих интересах. Например, согласно инструкции ОСС США, от 15 сентября 1944 года масонство должно было использоваться в подрывных акциях на территории Италии. Что же касается лично Джелли, то он был завербован военной контрразведкой, воевавшей в Италии, 5-й армии США в 1944 году. А в 1948-м военная контрразведка передала этого агента под кураторство ЦРУ, и в дальнейшем действиями Джелли руководила именно эта организация. Был внедрен в масонское движение и со временем возглавил ложу Пи-2, пропаганда 2, членами которой, помимо вышеуказанных церковных иерархов, банкиров, были многие итальянские политики и военные. Среди ее членов был и Берлускони. Фурсов также пишет. Именно в тайной войне Англия одержала свои главные победы в XVI веке. И стала тем, чем стала. Коварным Альбионом, которому удалось сплести паутину тайной агентуры и не только в Англии, но и в Европе. Париж, Руан, Рим, Парма, далее везде. Великолепная разведка, помноженная на деньги Сити, позволявшая подкупать противников, обеспечила разгром армады в 1588 году, который стал началом 400-летнего марша англосаксов на восток, закончившегося в 1989 году капитуляцией руководства СССР. Так как война носила тайный характер, то имена большинства ее участников неизвестны. Но некоторые из них прославились благодаря другим талантам и по этой причине отдельные факты их биографии становятся достоянием истории. Ну, например, лорд Байрон, которого Центральная библиотека Великобритании недавно внесла в свои позорные списки, так как его прадед был работорговцем. Поэт Романтик сбежал из Англии, где его имя стало ассоциироваться с историями о садомии и инцестном сестрой. В 1824-1925 годах Лондонский Сити как раз приступил к кредитованию греческих революционеров, которые вступили в освободительную борьбу против Османской империи. Из согласованных 2,8 миллионов фунтов стерлингов на руки им выдали только половину революционерам, так как эти кредитные облигации их продавали сильно ниже номинала, то есть на этом кто-то зарабатывал. Так вот, кураторством вопроса занимался министр иностранных дел Британии Лорд Каннинг, дипломатическим агентом которого как раз и являлся поэт-романтик Лорд Байрон, который официально финансировал греческих революционеров из собственного кармана. Байрон при этом фигура известная. Менее известно имя сотрудника Ми-5 и Ми-6 Дэвида Корнуэлла, написавшего под именем Ле Каре классику шпионского триллера «Шпион, который пришел с холода». Еще менее на слуху археолог и писательница Гертру де Белл, служившая званием майора в Каирском отделении Ближневосточной разведки. Кстати, вся ближневосточная разведка Лондона, она очень долго базировалась там, именно в Каире, по крайней мере, в течение всей Второй мировой войны. И это именно она обеспечила выступление на стороне более известного Лоуренса Аравийского Эмира Фейсала, который после ее протекции стал королем Ирака. Она же сама купила здание на берегу Тигра и там же основала Иракский музей древности, экспонаты для которого искались совместно с Максом Малываном, вторым мужем Агата Кристи. В 1915 году английский историк и социолог Арнольд Тойнби начал работу в разведывательном департаменте Министерства иностранных дел Британии. Я просто перечисляю всех известных писателей, которые были связаны с разведкой британской. Примерно в это же время, то есть в Первую мировую писатель Соммерсет Моэм, скрылая скандал со своим гомосексуальным любовником, будучи сотрудником секретной разведочной службы Великобритании, курировал в России Керенского, не позволяя России выйти из войны. Тогда же прославивший себя историей про Маугли Джозеф Редьярд Киплинг тоже использовал свой талант, работая на британскую разведку, по поручению которой он в период Первой мировой не только занимался вербовкой ирландцев на фронт, но и публиковал различную вымышленную выдуманную переписку между индийскими солдатами, представляя британскую колонизацию в выгодном для Британии свете. Герберт Уэллс в это время являлся сотрудником аналитической группы Лорда Нортклиффа, занимавшейся пропагандой среди неприятеля, и заведовал там именно немецким отделом. Эдвин Кнут, один из авторов, пишет, цитирую, «Уэллс годами занимался искажением и фальсификацией мировой истории в угоду тайны финансовой империи. Его «Что грядет?» прогноз для Европы, опубликованный в 2016 году, был написан, чтобы подтолкнуть американцев к вступлению в Первую мировую». Автор «Человека-невидимки» также трудился в бюро военной пропаганды Веллингтон Хаус в Великобритании, которая была отделом Ми-7 вместе с создателем Шерлока Холмса Артуром Конаном Дойлом и создателем Винни-Пуха Алланом Милном. Талантливые сочинители приписывали немцам выдуманные преступления, чтобы тиражируемые Daily Mail, Daily Express, Daily Chronicle и Times, где вел колонку Питер Флеминг, это брат известного другого писателя, который создал уже образ Джеймса Бонда, Яна Флеминга, и который, как и его персонаж, тоже являлись сотрудниками британских спецслужб. Причем Питер Флеминг, он тоже писал детские сказки, что менее известно. Так же, как и другой сотрудник британской спецслужбы, помощник военного атташе посольства Великобритании и автор книги «Чарли и шоколадная фабрика» Руальд Даль. Питер Флеминг писал не только детские сказки. Для взрослых он тоже сочинил историю про то, как Колчак пытается спасти царскую семью от большевиков. Благодаря его же Перу стало известно, что немцы перед Второй мировой готовятся высадиться на английском побережье. Большая часть книг у него про Восточную Азию, где он служил в штабе командующего британскими силами лорда Маунтбаттена, разрабатывая идею партизанских спецподразделений для работы с Японией. Там его сослуживцем по той самой упомянутой Special Operation Executives был Джон Эзвик, брат которого не только возглавлял китайское направление этой британской спецслужбы, но и по совпадению, как всегда, работал директором английского банка. В 1940 году в книге «Летающий визит» или «Визит с перелетом», Питер Флейминг описал, как Гитлер прилетит договариваться с Британией о мире, и в следующем году на территории Туманного Альбиона действительно приземлился самолет Рудольфа Гесса. Такая способность к предвидению, видимо, предалась по наследству. Его дочь Люси Флейминг сыграла главную роль в британском сериале «Выжившая» в 70-х годах. Про то, как упущенный китайскими учеными вирус чумы быстро распространился по миру через авиасообщение. Собственно, откуда идеи все черпают. Следующая цитата Андрея Кобякова. Особенность Британской империи усматривают в ее методах покорения других народов, где еще в XVIII веке завоевание огнем и мечом сочеталось с манипуляцией массовым сознанием, в результате которого народы-мишени либо сами истребляли друг друга по навязанному сценарию, либо предавались массовому саморазрушению, употреблению опиума в Китае. Продолжение той же манипулятивной практики на новом технологическом уровне они видят как в феномене, в кавычках, революции рока секса и наркотиков 1968 года, так и в современном массовом уходе молодежи в виртуальный мир, тверхмерные пространства, которые сопоставимы со зрительными иллюзиями при приеме наркотиков. Понимание того, что стратегическое влияние в области мягкой силы в первую очередь подразумевает создание вирусных идей, которые правильно осмыслены философами, введены в культурный контекст общества, определяет очень широкое представительство различных писателей в структурах Secret Intelligence Service. Например, как пишет доктор исторических наук Уэбстер Тарпли, англичане научились от венецианцев тому, что самая большая сила в мире — это сила идей. И если вы в состоянии контролировать группу наций, вы можете контролировать их образ мышления, и тогда политики и армии сами будут покорно выполнять вашу волю. Единственное, на что сетовал Герберт Уэллс, упомянутый в книге «Опыт автобиографии», так это то, что именно, цитирую, нежелание мыслить в категориях зла может в будущем вычеркнуть британцев из числа значимых наций. Поэтому сам он, видимо, стремился компенсировать этот недостаток соотечественников максимальной широтой мысли. Цитирую его же. «Движение Лиги наций, движение за контроль над рождаемостью и наиболее радикальные социалистические общества — это те сферы, в которые открытые заговорщики могут войти и найти там сторонников, уже более чем наполовину подготовленных к принятию более широких взглядов. Открытый заговор — это более широкое движение, в которое обязательно должны влиться все отдельные течения по мере того, как его идея будет овладевать человеческим воображением. С самого начала открытый заговор будет выступать против милитаризма». Там можно сказать, почему против милитаризма, потому что весь этот интеллиген сервис, он как раз построен на том, чтобы создавать небоевые спецоперации. Мы сейчас дальше будем говорить о евгениках, и там на заседании евгеников просто было определено, что войны уносят лучшие умы. И уж лучше тогда воевать невоенными методами. Именно Герберт Уэллс не только вдохновил Олдоса Хаксли на написание романа «О новый дивный мир», но и предлагал использовать историю для идентификации людей с целью их размежевания, что, собственно, в настоящее время с успехом используется в рамках той же софт-пауэр, ну вот смотрите на Украину. Международный союз за консервацию природы, его брата Джулиана Хаксли, предшествовал Всемирному фонду дикой природы. Консультант американского аналога фонда дикой природы Джордж Хатт Читсон был распорядителем литературного наследия Ребекки Уэст. Это одно из любовниц Герберта Уэллса, чьи произведения считаются важными вехами феминистической литературы. Ну, в общем, как мы видим, все работали не покладая рук, наращивая тот самый софт-пауэр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова